В Рио-де-Жанейро экстренно ремонтируют статую Христа Искупителя. Накануне монумент пострадал от ударов молний. По мнению верующих, это очень дурной знак, поэтому статую необходимо реставрировать как можно быстрее. За восстановительными работами следила Анна Малаховец. Микроскопические фигуры рабочих осторожно продвигаются по исполинской руке Иисуса Искупителя. В легендарную статую, которая возвышается над Рио-де-Жанейро, ударила молния. И теперь специалистам предстоит восстановить поврежденный памятник, а заодно смонтировать новую систему громоотводов. Макушка головы – это громоотвод, но он не доходит до среднего пальца, где обычно проходят облака с востока и с моря. Поэтому мы планируем продлить громоотводы до среднего пальца. Инцидент с главной святыней всех христиан Южной Америки произошел неделю назад. Мощнейший электрический разряд отколол кончик большого пальца на правой руке Иисуса, повредил средний палец и макушку. Инженеры всполошились. По монументу могут пойти трещины. И тогда каменные осколки обрушатся на голову посетителей смотровой площадки. Но решение было быстро найдено. Самое сложное – это безопасность. Поэтому мы будем восстанавливать статую в нерабочие часы, когда нет посетителей. Утром и вечером. Мы не собираемся рисковать. Статуя Иисуса Искупителя была установлена на горе в пригороде Рио-де-Жанейро в 30-х годах прошлого века. Молнии били в памятник по нескольку раз в год. Но повреждения на монументе появились впервые. Верующие перепугались. Люди были убеждены, что удар молнии – это плохой знак. Чтобы успокоить горожан, священники даже провели специальный молебен. Ну а инженеры в рекордные сроки разработали систему нового надежного громоотвода. Так что теперь Христу ничего не грозит.